Общее число пациентов, победивших коронавирус, уже составляет 14 585. Последние данные сообщил Владимир Владимиров. За минувшие сутки еще 185 створопольцев полностью излечились и сняты с медицинского наблюдения. Это больше, чем число новых заражений. Их зарегистрировано 180. Каждый выявленный факт берется на контроль, но в отдельных случаях, особенно при поздних обращениях, медики бывают бессильны. Еще пять человек с подтвержденным диагнозом скончались. Губернатор напомнил землякам, как важно соблюдать меры профилактики и призвал беречь себя и своих близких. Прошедшее лето оказалось нещедрым на дожди и в регионе остро стал водный вопрос. О том, в каком состоянии система водоснабжения сегодня и какой будет, говорили на встрече губернатор Владимир Владимиров и министр ЖКХ Края Роман Марченко. Прозвучало, что в рамках нацпроекта «Экология» региональных программ в этом году на Ставрополе в работе 15 значимых водных проектов. Их общая стоимость 619 миллионов рублей. Самый крупный – строительство водовода в Новоалександровском округе. В результате качественную воду получат почти 4000 жителей в 8 населенных пунктах. Есть и проекты в Придгорном, Шпаковском районах и в других территориях края. Губернатор призвал держать на контроле ситуацию с водоснабжением на Ставрополе. В случае, если будут возникать какие-либо проблемы, необходимо оперативно вырабатывать предложения по их устранению. Каждый год, к сожалению, у нас из-за погодно-климатических условий добавляются вселенные пункты, где каптажи уходят, скважины пустили, и внешние источники водоснабжения уходят. Поэтому эта программа должна постоянно развиваться и постоянно дополняться. Есть значит. Модернизация библиотеки номер 13 завершается в Ставрополе. Там полностью заменили электропроводку и трубы, обновили пол и стены. Особое внимание в ходе реконструкции уделяет созданию безбарьерной среды. В соответствии с современными стандартами переделали пантусы, выполнив их поверхность из нескользящей плитки, безопасной даже в непогоду. Работы проходят по нацпроекту «Культура». В Александровском округе обновили покрытие на 3-х километрах местных дорог. Ремонт потребовался участку трассы между селами Александровск и Мегафицки. Специалисты убрали слой старого асфальта и постелили на его месте новый. Также там обустроили обочины и нанесли разметку. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В Ставрополе будут выпускать прямошовные электросварные гибкие трубы для нефтяной и газовой промышленности. Завод разместится на территории индустриального парка. Предполагается, что в 2021 году объемы производства достигнут более 4 тысяч тонн продукции. Обустройство проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.